Новости на телеканале ИТВ В Крыму прозвонил первый звонок. Более 23 тысяч детей по всей республике впервые сели за школьные парты. 10 тысяч 11-классников первый звонок услышали в последний раз. Учебные заведения Крыма посетили первые лица республики. Как прошли праздничные мероприятия, смотрите в нашем сюжете. После длительных летних каникул крымские школьники услышали первый звонок. 23 тысячи 700 детей со всей республики пошли в первый класс. Праздничные мероприятия посетило руководство Крыма. Глава республики Сергей Аксенов и министр образования науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова поздравили с началом учебного года учащихся Крымского многопрофильного колледжа, после чего побывали на торжественной линейке в Симферопольской специальной школе-интернате номер 2. Ребятам успехов, вот дерзайте, верьте в себя, уверен, что у вас все получится. Наша страна, Россия, дает огромное количество возможностей для самореализации, для построения карьеры, личной жизни, так что все зависит от вас. Лучшие черты своего характера проявите, настойчивость, упорство, трудолюбие, верьте в родителей, в педагогов и у вас все получится. С праздником вас, первые сентября. С новым учебным годом. Пусть 2019-2020 учебный год будет для нас безопасным, творчески досыщенным, успешным. Пусть наши дети нас радуют. Мы, уважаемые педагоги, добиваемся новых успехов в нашем педагогическом труде. Всем здоровья, всем мира, всем успехов. Это не единственные высокие гости, которые решили побывать на школьном первом звонке. Председатель республиканского парламента Владимир Константинов посетил Научнинскую среднеобразовательную школу. Раньше он учился в ней, а теперь стал попечителем. Так что ненадолго вернуться в детство для крымского спикера – счастье, а еще большую радость приносят подарки. Мы здесь приготовили такой замечательный подарок им в виде этих шахматных столов. Пообщались с коллективом, школу хорошо подготовили. Она уютная такая. Так и хочется самому тут прийти и начинать машину времени включить и вернуться в детство, в то, которое было. А это линейка ко дню знаний в одной из лучших школ Крыма – Симферопольской академической гимназии. Выпускники этого образовательного учреждения с легкостью поступают в престижные вузы и знают, чего хотят добиться еще со школьной парты. Я хотела получить новые знания, получить образование, ну и потом уже пойти в институт. Я хотела стать как бы на танкозгод, если играешь в козгод и получаешь с нуля на несколько годов тренироваться, и так можно зарабатывать. Педагогам гимназии предстоит дать детям важнейшие знания, отточить их навыки и огранить таланты. У школы есть серьезный потенциал, и заключается он не только в высококлассных специалистах, но и учениках, которым интересен каждый урок. Впрочем, занятия будут только завтра. А сегодня первый звонок и прощание с летом до следующего года. Никита Егоров, Мария Моссур, Евгений Стариков, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Здравствуй, школа. Крымчане отправились на встречу знания. В адрес школьников звучат напутственные слова. Педагогов благодарят и вручают цветы. К празднованию главного дня осени в Симферополе присоединился и депутат городского совета Степан Кискин, чтобы настроить школьников на удачный и продуктивный учебный год. Подробнее о том, как новоиспеченные учащиеся встречали День знаний, далее в сюжете. Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами. Сегодня крымчане отмечают День знаний. Еще вчерашние дошкольники сегодня переступают порог в новую жизнь. Ведь именно в этот день, 1 сентября, распахиваются двери в бескрайнюю страну знаний. Пора роста, пора становления. Со школы ведь выходят уже почти что зрелые граждане. Поэтому я считаю, что это самые лучшие, самые те годы, где закладываются кирпичики. У каждого человека его не только знания, но и мировоззрения. Учение свет, не учение тьма. Об этом родителям и ученикам еще раз напомнил депутат городского совета Степан Кискин. Наши дети, девочки, мальчики становятся принцессами и принцами в этой стране знаний. И я думаю, что финала не будет, как говорила девушка. Что финал, никогда не будет финала. Это будет продолжаться. Вот сколько будешь жить, столько будешь учиться. Георгий Мельников в этом году идет в третий класс в форме и с огромным букетом цветов, крепко держась за мамину руку, шагает навстречу к новым знаниям. Этот день семья ждала долго, но тяжелее пришлась моральная подготовка. Ведь после летних каникул вернуться в прежний ритм оказалось непросто. Тяжелее, наверное, просто подготовить его морально к школе после отдыха, после каникул. После отдыха снова в бой, в школу. Для каждого учащегося первая линейка стала не просто традиционным этапом начала учебного процесса, а настоящим праздником, прославляющим знания, за которым и пришли дети в школу. Школа к новому учебному году готова, подремонтирована, закупили новые учебники, новое оборудование. Позволит применять и новые технологии. По сложившейся традиции на торжественной линейке 1 сентября, полноправным хозяевам школы, выпускникам предоставляется право поздравлять первоклассников. Это очень волнительно, потому что это мой последний год. И я настолько люблю школу, хотя не все любят школу, но для меня это так трепетно, важно. Я очень рада, что сегодня так все празднично. Я надеюсь, что этот год у нас будет очень плодородным, для меня будет успешным, и я закончу хорошо школу. Школа – это не только знания, но и социальные связи. Кто-то здесь находит первую любовь, испытывает дружбу на прочность. А вот у Валерия Ильичева с этой школой особая связь. Моя мама 55 лет проработала в начальных классах в Молдавии, заслуженная учительница. К сожалению, она до этого времени не дожила, но я всегда вспоминаю ее начальную школу, их сейчас в первой классике. То есть это настолько мило сердцу. И сегодня мы видим, что наша власть большое внимание уделяет воспитанию подрастающего поколения. Дорога знаний – это именно тот путь, на который сегодня спешат встать российские школьники и студенты. Анна Беляева, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ. А в поселке Гвардейское Симферопольского района отделение КПРФ совместно с местным предпринимателем устроили для школьников настоящий праздник. Последний день перед школьными буднями запомнился детям песнями, интересными конкурсами и угощениями. На настоящем празднике детства под открытым небом побывала наша съемочная группа. Летние каникулы – незабываемая пора для каждого школьника. И в тот день, когда они заканчиваются, становится особенно грустно. Чтобы продлить немного детской радости и разнообразить последний выходной день перед школой, для маленьких жителей поселка Гвардейское Симферопольского района прямо на детской площадке был организован настоящий праздник с конкурсами, песнями и танцами. Изюминка праздника – аниматоры-миньоны Кевин и Боб. Два персонажа из мультфильма, полюбившегося многим детям, развлекали школьников интересными конкурсами и танцами. Улыбка с лиц детей не сходила в этот день ни на минуту. Этот праздник знают и старше, и младше. И почему? Потому что вот сейчас дети веселятся, смотришь на них как бы и в душе радостно, приятно, хорошо. И хочется так, чтобы дети в молодые годы получили такой заряд энергии, чтобы потом, когда взрослели, 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 у них это все было вдохновение. И вот с младшим, старшим, а старшим, младшим, это все передавалось, как бы было весело и красиво. Это уже пятый раз подряд. Наши товарищи проводят такое прекрасное детское мероприятие. Ну, конечно же, прежде всего, чтобы дети почувствовали себя детьми, тем более завтра уже всем в школу, с завтрашнего дня у многих начинается серьезный новый этап. Первое сентября, ребятишки идут в первый класс. Ну и сегодня, чтобы они были рады, чтобы они почувствовали себя счастливыми, последний день каникул. Вместе со школьниками в этот день окунулись в праздник детства и взрослые. Ведь самое главное для родителей – видеть улыбку на лицах своих детей. Мне сегодня нравится отдыхать и нравится аниматурить. Детям много, веселые конкурсы. Очень понравились аппетиты. Детям очень нравится, весело. Всегда позитивные эмоции, хорошее настроение. Праздничное веселье. Конфеты раздают тоже. Берутся конфетки. Приятным сюрпризом для детей стало мороженое. В этот день от его разнообразия разбегались глаза, хватило всем. Мария Моссур, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ Гвардейская. Отправляя своих детей в школу, родители переживают, как пройдет новый учебный год, какие знания ученики получат, найдут ли единомышленников и новых друзей. Православные симферопольцы в минувшие выходные посетили храм во имя державной иконы Божьей Матери, где прошел молебен ко Дню Знаний. О чем просили жители Крымской столицы и какой сюрприз преподнесли дети. Подробности далее. Молебен перед началом нового учебного года служится традиционно во всех православных храмах. Исповедь и причастие в первую очередь учат ребенка духовной дисциплине. Школьники вместе с родителями молятся. Как правило, каждый о своем. Объединяют, пожалуй, в этот день их просьбы помощи Господу в школьных делах, чтобы легко давались науки и обучение было успешным. Просим за учебу молодому человеку, нашему, Глебу, чтобы он учился. Первый класс идет, чтобы у него все получалось, чтобы все было хорошо. Радовал нас. Наверное, о том, чтобы вы были терпимее. Перебавление ума Николая в школе. Чтобы детки наши учились, чтобы у них все получалось и добивались своих целей. После окончания молебна школьники и родители, пришедшие на службу, были окроплены святой водой. Дети получили памятные подарки и угощения. Церковь своего рода напоминает и детям, и всем верующим, чтобы мы всегда любили Бога, любили Отечество, любили свою церковь и, конечно, жили по заповедям Божьим, вели правильный здоровый образ жизни. Ну и, конечно, само причастие святых христовых тайн и исповедь, они нас очищают от греха. То есть, делают чище, светлее. Вторая часть – представление от воспитанников воскресной школы, которая работает при храме. Дети загадали взрослым загадки и рассказали стихотворение. Лето кончилось, ура! Школу хочет детвора, хочет школу не простую, а зерковно-приходскую. Мария Моссур, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Развлекали детей в праздничный день. Многие организации не остались стороне и сотрудники ГИБДД по Симферопольскому району. Они провели урок правил безопасности дорожного движения. Кроме знаний, дети получили и мороженое. Начался учебный год. Это означает не только новые знания, но и нередко опасности. Ведь, чтобы добраться до класса, порой нужно перейти несколько дорог. И даже если ребенку рассказывали правила дорожного движения, их стоит постоянно повторять. Лучше всего делать это в игровой форме. Такой необычный урок для учеников школ Добровского сельского поселения провели сотрудники ГИБДД по Симферопольскому району вместе с лабораторией безопасности. За пройденный урок каждый получил стаканчик вкусного пломбира. Впрочем, внимание уделили не только ребятам, но и их родителям. Именно на них лежит ответственность за безопасность и здоровье детей. Госавтоинспекция обращается к родителям. Будьте предельно внимательны. Обучайте детей правилам дорожного движения. Помните, что при нахождении ребенка в темное время суток на уличной дорожной сети, необходимо обязательно, чтобы на одежде присутствовали светоотражающие элементы. Если вы везете ребенка в школу либо в садик, дети должны быть обязательно пристегнуты и в соответствии с возрастом находиться в детских удерживающих устройствах. Мы переходим ко второй части выпуска, и вот о чем пойдет речь далее. На уникальном археологическом объекте, пещере Таврида, ученые проводят микробиологические исследования и продолжают раскопки, что удалось обнаружить крымским исследователям. Мы нашли отложение, которое, возможно, позволит сказать, что самый ранний этап развития гипогенного карста был рудоносным. Невероятные эмоции и яркие воспоминания на всю жизнь. Съемочная группа ИТВ поднялась над землей на воздушном шаре. Впервые человек увидел землю с высоты птичьего полета именно с воздушного шара. Изменения в бюджет крымской столицы – основная тема, которая обсуждалась на сессии Симферопольского городского совета. В бюджете крымской столицы сократят расходы, предназначенные на рекультивацию ТКО. Это 174 миллиона рублей. Предполагаемая сумма трансферта из республиканской казны, а также более миллиона – средства по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, инвалидов. Уменьшится ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России». Таким образом, столичный бюджет сократится на 164,5 миллиона. Однако при этом предполагается увеличение расходов в других сферах. Внесение изменений обусловлено увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета республики Крым, бюджета муниципального образования в сфере социальной защиты населения. Это субвенции на социальное пособие на погребение, на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечение жильем ветеранов, ветеранов Великой Отечественной войны. В общей сумме увеличение составляет 10,6 миллиона рублей. 5 миллионов лет пещера Таврида была изолирована от внешнего мира. Все это время там царили свои законы, но развивалась и кипела жизнь. Всего лишь два года назад крымским ученым удалось выявить уникальный исторический объект. Научно-образовательный и рекреационный комплекс на базе пещеры займет площадь 15 гектаров. На его строительство выделено 150 миллионов рублей. Все задумки планируется реализовать до 2020 года. Подробнее о том, что готовы показать крымские ученые туристам, расскажет Анна Беляева. Останки гигантского страуса и оленей, гиен, винторогих баранов и даже саблезубой кошки – все это обнаружили крымские ученые в пещере при строительстве главной артерии полуострова. Исторический клад под землей возрастом порядка 5 миллионов лет. Сегодня исследованием древнего объекта ученые занимаются вплотную. На пробы взяты образцы грунта, чтобы после создания рекреационного комплекса, строительство которого запланировано к 2020 году, подготовить подземелье к приему посетителей, не навредив живущей в подземелье среде микроорганизмов. Планируется создание, ну как обычно сделали зонирование. Создание экскурсионного объекта – это визит-центр. Визит-центр подразумевает себя, куда люди приходят, первичный осмотр, знакомство. И две зоны с музеями – это музей палеонтологии и музей каменного века. Музей палеонтологии, минералогии и музей каменного века. Это же три таких блока будут больших. То есть именно то, где люди приходят и осматривают, сверху знакомятся с пещерой. Будет, естественно, рекреационная зона, фотозона. Группа ученых официально получила лицензию на использование недр. Не только в научных целях, но и на благоустройство и создание экскурсионного маршрута. Проведение научных исследований в пещере временно осложняется строительством трассы Таврида. Однако последние находки позволили определить происхождение типа горных пород подземного царства. Мы нашли отложение, которое, возможно, позволит сказать, что самый ранний этап развития гипогенного карста был рудоносным. То есть связан с отложением железо-рудной минерализации, которую пещера в ранних отложениях широко представлена. Кроме этого, на исследовательском объекте ученым предстоит немало работы. Возведение ландшафтного парка на 15 выделенных гектарах в окрестностях пещеры. Создание на базе исторического объекта музея каменного века и многое другое. Все для того, чтобы многовековую историю, когда-то находящуюся в неизведанности, сегодня увидел весь мир. Анна Беляева, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Легендарный МХАТ имени Горького вновь на гастролях в Крыму. В составе труппы на полуостров приехали широко известные не только театральными работами актеры. Первые постановки местные ценители искусства увидят в самом начале осени. В Симферополе и Севастополе мхатовцы покажут зрителю мелодраматичные спектакли «Леди Гамильтон» и «Последний срок». Настоящее культурное событие в жизни Крыма. Спустя два года МХАТ имени Горького снова на гастролях в Республике и Севастополе. В составе труппы известные не только ценителям театрального искусства. Имена Елены Коробейниковой и Максима Дохненко. Последнему звездители сериалов «Сыщики». Сезон «Охоты-2» и многих других принадлежит одна из главных ролей в трех предстоящих постановках. В спектакле «Леди Гамильтон» режиссер одной из мелодрам, пробующий себя и в этом амплуа Сергей Пускепалес. Прежде всего это чувство. Только так, только через настоящее проживание, переживание, понимание, дай бог, личного богатого багажа, чтобы правильно воплотить те или иные мысли. Кастрольная программа открылась уже накануне. Раньше других искусную актерскую работу посчастливилось увидеть столичному зрителю на сцене Симферопольского театра, который, как и московский, носит имя Горького в последний срок. Экранизация повести Валентина Распутина, рассказывающая о тонкостях взаимоотношений в типичной русской семье. С точки зрения кассовости, это достаточно рискованный шаг, потому что большинство театров в Москве ориентированы на другую драматургию. Но это было именно такое принципиальное решение Эдуарда Баякова, начать именно с этой драматургии, знаковой для хата Мини Горького. Спектакль только начинает жить, и мы надеемся, что и в Москве он будет востребован. Повторяю, для нас событием начала гастролей был вчерашний прием зрителей. Я вчера увидел настоящий русский театр абсолютно без всяких замен каких-то псевдоевропейского театра, о чем сейчас часто говорят. И очень вы нам близки по духу, ваш театр. У нас тоже, вот, знают и журналисты, у нас театр действительно настоящий традиционный, с русскими, настоящими, я считаю, актерами, которые умеют говорить. 3 сентября и в Симферополе, и в Севастопольском театре имени Луначарского, мелодраматичный спектакль о леди Гамильтон, повествующий о любовной драме адмирала Нельсона и его музы, самой известной любовной пары в истории человечества. Именно события жизни этого страстного союза во многом предопределили будущее Старого Света. А черту гастрольному туру 4 сентября подведет постановка комедии по мотивам Александра Островского о неравной паре пожилого богача и бедной провинциальной девушки, женитьба Белугина. Ее московские актеры покажут только на севастопольской сцене театра имени Луначарского. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Оригинальный азиатско-российский музыкальный эксперимент покорил крымского ценителя классики. За несколько дней в рамках фестиваля «Диалог классика» виртуозы из Южной Кореи и Крыма выступали в Феодосии, Ливовийском дворце. Менее чем за неделю они объездили пол Крыма, а теперь вот так, волшебно оживляя ноту Рахманинова, открывают финальный галоконцерт. Эксперимент здесь называют не иначе, как уникальным. На одной сцене азиатские и российские музыканты, студенты и опытные виртуозы. Вокалистка Ким Чжон А известна на родине, в Южной Корее. Крымчан она сразу влюбила в себя оригинальной манерой вокала, тонкими голосовыми вибрациями. Такой стиль исполнения – визитка певицы. Так ее сопрано передает слушателю творение Моцарта. Это природные данные, но все-таки я очень много работала над своим голосом, чтобы достичь оригинального стиля. У россиян сопрано очень сильно отличается от привычного корейскому слушателю. Все пара продолжительных репетиций и звуки флейты в исполнении музыкантов из разных уголков земного шара гармонично сливаются в унисон. Для молодой крымчанки Дарьи Тагировой советы азиатского маэстро Пака бесценны. Опыт успешного тандема, организованного за день, доказывает – музыка не знает языкового барьера. Пакт Ихвана закончил Парижскую консерваторию по классу флейты. И, конечно, французская школа очень сильно отличается от русской школы. Если у французов на первом месте это певучесть и певучесть, то русский привык больше техники и меньше музыкальности. И поэтому у нас возникли некоторые трудности, но благодаря помощи Пакт Ихвана у нас получился прекрасный тандем. Сам Пакт Ихван в рамках крымского тура впервые выступил в необычных условиях дикой природы. Концерт в Мраморной пещере уже в который раз хит летнего сезона в Крыму позволил корейскому музыканту извлечь из флейты доселе неслыханные звуки. Корея – пещеры у подножия горы, а на этот раз впервые, чтобы проникнуть вглубь, пришлось взбираться на вершину. Это влияет и на звучание музыки. Это традиции европейской академической музыки, плюс это взаимопроникновение культуры. Восточно-азиатская культура и европейские традиции культуры. И вот это взаимопроникновение именно культурное и дало те произведения, которые мы сегодня и услышали. То есть действительно музыка очень интересная, она дает и колорит. То есть это музыка та, которая будет играться всегда. Первой скрипкой музыкального вечера во всех смыслах стала юная Татьяна Фоменкова. Девочке всего 12, но она уже сейчас одна из главных крымских талантов. Именно эта скрипачка покорила членов экспертной комиссии в рамках прослушивания крымских детей. Она удостоилась гран-при фестиваля и отправится шлифовать музыкальное мастерство в Южную Корею. Благодаря сотрудничеству России с колледжем Нам Йонг. Что касается будущего фестиваля в Крыму, он, встреченный здесь овациями, будет жить и впредь, зажигая. Новые звезды. Тарас Брезицкий, Артур Добряков. Курбановостей и ТВ. ...в мраморную пещеру. А увенчал тур гала-концерт в стенах училища имени Чайковского в Симферополе. Сплели воедино многообразие противоположных культур музыканты с именем и совсем юные крымские таланты. А некоторым из последних событий в мире искусства подарила путевку во взрослую музыкальную жизнь. Волшебными звуками Моцарта, Рахманинова и Эньо-мариконы насладилась и наша съемочная группа. Воздушный шар воплотил древнейший замысел человека о подчинении воздушной стихии. Сейчас увидеть землю с высоты птичьего полета мечтает практически каждый. Это желание исполнилось у жителей Белогорска, несмотря на то, что погода не благоприятствовала. Яна Витренюк испытала на себе, каково это летать на воздушном шаре. Воздушный шар положил начало гражданской авиации. Принцип его работы не изменился по сей день. Отсутствует и двигатель, и руль для управления. Есть лишь купол с корзиной, горелка и мешки с песком. Несмотря на примитивность механизма, это позволяет исполнить мечту каждого человека – взмыть в небо. Впервые человек увидел землю с высоты птичьего полета именно с воздушного шара. Если первым был заключенный, приговоренный к смертной кассе, то сейчас увидеть небо мечтает каждый романтик. Называет себя романтиком и Сергей Белорусов. Другого объяснения, почему больше 30 лет мужчину тянет в небо, он не находит. Начинал с прыжков с парашютом, был испытателем парапланов. С 90-х годов прошел не один чемпионат Крыма, России и Европы. Не обходилось и без эксцесса во время полетов. Я сам испытатель. Вроде бы я испытывал этот ростат. Знаю, что он не складывается. Но тем не менее, когда у меня на чемпионате России на 2000 метрах, ну, до километра, газ закончился. Хотя датчики показывают, что газ остается на снижение. Было так немножко страшновато. Я знаю, что я его испытывал. Знаю, что он не сложится. Я буду приземляться как парашютист под ростным парашютом. А у меня в корзинке были как раз два масса эрспорта парашютиста. Я и мой коллега тоже парашютист. Ветекарная скорость примерно в секунду. Он снижается. Ну, как, по нашим меркам быстро. Этого дня жители Белогорска ждали долго, ведь полетать на воздушном шаре дорогого стоит. Думаю, что для человека, который ни разу этого не пробовал, будет масса впечатлений, эмоций. Думаю, это запомнится на всю жизнь. Страх, переживания, волнения, радость, эйфория, наверное, в конце там какая-то. После полета человека переполняют эмоции. Когда находишься внутри корзины воздушного шара, кажется, что ты не летишь, а стоишь на одном месте на километровой высоте от земли. А далеко-далеко внизу проплывают мимо точечки люди, машины, причудливые ландшафты и кроны деревьев. Яна Витринюк, Александр Рыбин, служба новостей ИТВ, Белогорск. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале ИТВ, а я прощаюсь. Всего вам доброго.